И вот сейчас в моих руках такое письмо. Оно, да, с другой стороны полушария, из Канады. Издалека географического, но не издалека духовного. Здесь избыток сердца. Конкретный человек пишет о конкретных переживаниях. Но для нас с вами сегодня, здесь находящихся, этот избыток сердца наш. Выводы отсюда истекающие нам архи необходимы. И когда говоришь слово Божие теоретически, это одно. Когда вот сейчас через мои уста будут говорить, это человек, написавший письмо, из опыта, износя этот избыток сердца, это другое. Это сильнее всегда. Попробуем вместе порадоваться. Я читаю. О молитве по соглашению узнал своей подруге лет пять назад. Маленький комментарий сразу. Мы с вами знаем, что православный Болгар является мировым эпицентром соборной молитвы по соглашению. Поэтому тема, мы говорим, наша. Итак, у нее тогда были, у подруги, сложные семейные проблемы. Назревал, увы, развод с мужем. Ольга, так зовут подругу, поехала в Болгар. Когда она вернулась, я с интересом расспросил ее обо всем увиденном и услышанном. Душа моя тоже потянула меня в Болгар. Тем более, что я готовился к эмиграции в Канаду. Не получалось. Просто не успел до отъезда. Дело было не проворотом. Однако зерно уже попало на благодатную почву. Залегло в ней до поры до времени, чтобы на значный час дать зеленый живой побег. Так и случилось. Видите, у нас автор какой, явно писательский талант имеет. Приятный послушать. Моя эмиграция не была особенно сложной. Я ехал не на пустое место. В Канаде меня уже ждал брат с семьей, сын, невестка, внук, маленькая внучка. Поселился у сына. Они тогда снимали квартиру. Прилетела в Канаду в октябре 2013. А уже в декабре мы веселым табором перебрались в собственный дом. Ну, как все хорошо. Сын тогда зарабатывал не так уж много. Невестка сидела с малышами. Но денег от продажи квартиры в России хватило. И на первый износ в банк. Радости нашей не было предела. Новый. В 2014-й встречали в новом прекрасном доме. И на новой земле, как официально говорят, в новом свете. Жизнь пошла своим чередом. Все было хорошо. Видите, как радужно. Порадуемся. У сына своя маленькая программистская фирма. Человек восемь. Они сами ищут клиентов. Заключают с ними договора. Выполняют заказы. В общем, все шло неплохо. Заказчики были. Деньги платили исправно. Сын зарабатывал более-менее нормально. Нам хватало. Как вдруг. Как вдруг. Это часто на жизни, да? Вдруг. Гром среди ясного неба. В жизни всегда так случается. Вдруг. Ну, правильно. В одночасье все, все рухнуло. Их главные партнеры, американцы, неожиданно разорвали все контракты, соглашения. А других клиентов у фирмы на тот момент не было. Сказать, что сын, тут его имя в скобочке Илья, расстроился, значит не сказать ничего. Он просто впал в черную непроглядную депрессию. И было чего? На нем три огромных кредита. Модное явление, все знаем. Оказывается, в Америках любят быть, люди любят быть рабами долгов. Мы с вами знаем, как для многих это большое удовольствие, быть непролазным рабстве долговом. Так вот, я не... Чем у них у других-то? Все же было хорошо, поэтому и было рабство долговое. Да. Три кредита. Дом и две машины. Ну, это понятно. Машина меньше двух не может быть в доме. На племя, чтобы размножались. Помню, освещал один дом, у них пять машин. Ну, там муж, жена, двое сыновей. Я говорю, а пятые кому? Он говорит, а собачку у нас есть? Ну, ты понял. Дом машины. К тому же, сын наш, единственный кормилиц. Надежда, опора, все наше благополучие держится исключительно только на нем. Мы, конечно, тоже приуныли. Все, что к тому, что фирма сына обанкротится и перестанет существовать. Илье придется искать другую работу. Я лихорадочно заметалась в поисках выхода из трудной ситуации. Но что я могу? Деньга у меня уже нет. Работы тоже. Неожиданно в голове всплыл болгар. Молитву по соглашению. Все, что она могла в этот момент. Сразу. Я решилась встать на молитву. Хотя, честно скажу, верила во все это не очень. Прекрасно. То есть, никакого вот этого радужного стояния, что обязательно будет. Нет, нет, не очень. Верила, но не очень. Но деваться-то было некуда. Как многие сегодня приехали. Не от веры, а от безысходности. Ну, так вот. Наша тема-то. Тема-то наша. Деваться было некуда. Сын ходил мрачнее тучи. Все наше благополучие уходило с под ног. Мое материнское сердце просто обливалось кровью. Я решилась. Начала молиться по четвергам. Акастом Николаевич Ротворд. Читала в 13.00 по Канаде. В Москве в это время 20.00. Понятно. Время, разница. Читаю, молюсь, ничего не происходит. Становится все хуже. Правильно она не поверила сразу. Жизнь подтвердила. Хорошо, что я уже была подготовлена к этому. Так как слушала проповеди. В данном случае отца Владимира. И лекция потрясающая горячемную любимую Осипова Алексея Ильича. Вот так она пишет. Знала, что сначала должно быть хуже. И это искушение не соблазн. Цель – отватьте меня от молитвы. Понятно, кто работает тогда. От молитв оттокнуть кто хочет. Тоже ясно. Продолжала молиться, несмотря ни на что. Видимо, душа моя была настолько загрязнена грехами, что на ее очистку понадобилось целых два года. Сказать, вот, по мгновению волшебной палочки. Нет, не сразу. Нет, не сразу. Два года. Но она верила. Она тут пишет. Не очень. Не очень. Ее вера подвигла к молитве. Нет. Нет. Она говорит, пишет здесь. Деваться было некуда. Обстоятельства зажали. Но что было главное, как я думаю, во всем том, что она пишет? Постоянство в молитве. Не от веры, от безысходности, но было постоянство. Были искушения. Хуже, хуже. Она подготовлена была. Понимала, что духовная братья начнется. Без, без дьявола. Просто так не даст человеку крепиться в Боге. Нет, ну как это? Откроется война. Искушения пойдут. Пошли. Пошли. Два года. Ведь молитва тем действеннее, чем чище душа молящегося. Какие прекрасные выводы. Какие для нас с вами сегодня очень нужные выводы. Видите, молитва тем действеннее, чем чище душа молящегося. Очищалась, как могла. Не бездействовала. Что-то еще делала. Что она делала? Ходила в православную церковь. Православная церковь. Потому что это Канада, понимаем, да? Там не все православные. Никак у нас. Молилась, исповедовалась, причащалась, стала соблюдать посты. И вот результат Господь явил. Чудеса через два года посыпались, как из рода изобилия. Сначала сыну предложили вторую работу. Преподаватель в колледже, где он учился. Не на полную ставку. Несколько часов в неделю. Но это уже для нас было чудо. Это уже были, пусть небольшие, но стабильные денежки. Сын повеселел. Мы, естественно, тоже. А потом... Таких невероятных чудес мы себе не могли даже представить. В кавычках неожиданно. Слово неожиданно в кавычках. Почему в кавычках понятно? Расмолятся. Как же неожиданно? Господь действует. Только в кавычках. Вернулись те самые американцы. И опять в кавычках вдруг пожелали заключить сыну еще больший и лучший контракт. Один известный в городе бизнесмен взял фирму сына под свое крыло. Стал консультировать по вопросам бизнеса. Помогать. Карьера двинулась. Сын начал расти, развиваться его дело. Нанял даже и новых работников. Сейчас у него в подчинении 15 человек. Свою работу любит. Летит как на праздник. Настроение великолепное. Все у него получается. Ладится он на своем месте. Часто летает в Штаты, в командировку, к партнерам. В семье у него все замечательно. Любовь, мир, лад, Божья благодать. Детоньки, мои внуки, растут умненькими, добрые, сладкие, славные. Я познакомился с бабулей, внуков, бабулей, бабушкой. Обычно для бабушки. Что случилось у нее? Познакомился на сайте знакомств. Замечательным, добрым, умным, заботливым мужчиной. Сейчас мы с ним вместе. Живу не у сына в Торонто. У меня собственная семья. А ведь я об этом даже не мечтала и не просила. Но Господь и это дал мне. А ведь до этого более 20 лет мыкалась в разведенках. Сын и невестка начали путешествовать. Ну, появилось на что? Ну, там побывали в Барселоне, на Кубе, в Нью-Йорке, в Чикаго. Дом благоустраивается. Скобочка. Благо появилось на что? Все. Абсолютно все наладилось. Господи, слава Тебе. Чувствую, как меняюсь внутренне. Дети потянулись к Богу. Они славу Господу и раньше имели Господу склонность. Венчаны, например. Детки у них крещеные. Сами тоже. Но, как и многие, как и я когда-то, не особенно-то верили. Конечно же, не молились. А это, теперь мы знаем, чрезвычайно важно. Невестка именю Полина. Глядя на все чудеса, начала молиться о кастом церкви Пантелеймона по субботам. Сын стал читать маленькие молитвы. Это я его учила по совету Осипова. На большую у него просто нет времени. Он работает за всех нас один. Но это не беда. Думаю, главное, чтобы он ничего не делал во время своей души. О чем я ему постоянно напоминаю. Он у меня молодец. Делает много добрых дел. А у меня появилась мечта. Съездить в полуничество в Болгар. И вот в мае 17-го, в мае 17-го, вот, моя мечта осуществилась. По делам моей эмиграции пришлось быть на родине, в России. А дальнейшее уже было делом просто техники. Полонача служба записалась и в дорогу. А деньги на поиску сынок дал. Потому что дела у него идут замечательно. Он, кстати, просит меня ни в коем случае не прекращать молитву. Каждый четверг напоминает проказство. Сынок, да и я не собираюсь бросать-то. Я поддержку и любовь Господа ощущаю. Какое это все-таки счастье. Да, быть не одиноким. Быть под покровом всемогущего Бога. Какое это счастье. В заключение приведу еще до маленьких фактов. 14 июня, в месяц с моей бывшей одноклассницей, ее дочкой, едем в Дивеево, к Серафиму Саровскому. Потом в Москву, куда совершенно, и опять в кавычках, неожиданно, и приходится быть в поездке, она уже определилась, и вдруг узнает неожиданно, впервые за 930 лет привезут часть мощей Николая Годник. Она ему молится. Такие чудеса. Я ему молюсь. Должна же я им поклониться и сказать святителю огромное спасибо, что так щедро, с такой любовью помогает моей семье в течение столько времени. Господи, слава тебе! А внизу подпись такая пространная. Ольга, Канада, возраст 53, тут телефон, адрес электронной почты. Вот такое письмо, которое написано, думаю, еще и сердцем, от избытка сердца.